всем привет и по просьбе трудящихся решил все таки снять третью часть на алекс линукс не могу тут писать из чего это все дело состоит потому что там просто каша пиздец прошу прощения за мат и матов будет очень много кому не нравится мат и можете выключить итак я зашел сюда обнаружил что у автора дико припекает пукан вот тут еще вот одного пользователя вообще обвинили как бы в том что он не содействует я бы даже сейчас на не знаю они решили что я хохола не белорус видимо разницу между хохлом белорусом они не видят далее чувака начала конкретно припекать здесь как бы он еще попроще пишет до этого писал там что-то в лиде в стиле школьного бомбления знаете там типа нахуй блять пидор порву там ебальник там рваный рот там я часть тихо говорю потому что уже ночью ребенок спит прошу прощения я тут лихо поржал потом написал что раз просит третью часть я решил выпустить третью часть и так начнем я решил все-таки взять вот этот вот его я не могу назвать это дистрибутивом им просто написал вот здесь одну строчку пишу твою мать в м квин куски крыски отгрызки гномы ты что дурак такой сеть выкладываем это просто жесть он пион мне точнее у меня кое-что писал там и писал еще здесь языкам что смысл в том что главное он так и не может определить зачем его система вот считает что эта система просто для новичка блин давайте со стороны просто новичка вот представьте что новичок слез финды и запустил его систему я не буду там лихо умничать там выпендриваться просто запущу его вот эту сборку кстати он до сих пор думает что большинство сборщиков собирали именно на бэкапах сборки он глубоко ошибается потому что в то время сборщики собирали совсем по-другому а бэкаперы уже появились после 2012 года вот так ну что ж начнем итак давайте представим что я только что решил попробовать linux и мои друзья-школьники посоветовали мне скачать в интернете вот этот дистрибутив первым делом после того как я запустил live сиди я попадаю в данную операционную систему перед собой перед собой я вижу две панели одна сверху одна снизу и как сказать вижу какую-то обоину с мышью в описании написано что это система в стиле windows 7 я вижу значки от windows 10 я не понимаю где здесь вообще что-то ли связано с windows 7 может быть это мышь но немного погугли в интернете я нахожу что это является логотипом xfse раз это xfse 4 я начинаю искать настройки такие же как в xfse я их не нахожу здесь их нет здесь их совершенно нет а я вам объясню в чем проблема этот псих этот псих засунулся на место точнее он сюда место обычного мета сити стандартного на он сюда захерачил квинт я предполагаю что ему это больная идея пришла после того как он начал пихать сюда какие-то приложения вот кады и если честно то в принципе если устанавливать в гном приложение вот кады и он подтягивает какую-то часть кет какие-то библиотеки все ну он лишь пошел дальше он взял и захерачил сюда сам получается движок вот когда я 4 зачем он это сделал я не знаю это никак не прибавляет скорости работы приложением от gtk 2 естественно мало того например мы откроем текстовый документ почему-то в стиле windows 7 но нету двух кликов вместо этого у нас есть один клик вот какого-то хера у нас тут запускается блокнот вот гнома 3 нахера ты вообще такого сделал я не знаю так но самое что интересное тут появляется декорация окон вот windows 8 где здесь windows 7 хрен его знает короче смотрите что мы уже увидели обоина с xfse вид значков как когда-то были в старых xfse я не знаю может он там какой-то отгрызок от xfse все-таки отрезал и сюда за хернячу вот получается конный менеджер здесь queen вот и часть программного обеспечения не gtk 2 которые довольно еще более гораздо более быстро работать будет гномом 2 какого-то хера сюда запахнул гном 3 уже проще было взять xfse и и напихать туда программ от гнома 3 кстати xfse я современная вроде че версии 412 гораздо более совместимо с программами от гнома 3 чем гном 2 напомню что гном 2 прекратил свое существование на версии 2 и 32 уже проще использовать было модель подумайте сами почему до сих пор разработчики модель не смогли нормально толково прикрутить программу от гнома 3 теперь представьте как это здесь все будет глючно их срали наработать при представьте gnome 2 в котором оконный менеджер заменили на на queen вот как это 4 при этом queen должен почему-то запускать не приложение от когда я 4 от от гном 3 блять это вообще просто дебилизм реальный дебилизм теперь обратим внимание на просто пиздецкий внешний вид шрифты я уже прошлый раз говорил про шрифты понимаете с точки зрения обычного пользователя можно посадить человека вот просто сделать тест посади человека показать ему это и спросить ты хочешь это использовать тут настолько уебищные шрифты что даже половину названия имени папок значков ярлыков они даже не влазят просадить человека просто спросить его хочет он это использовать потом индикатор раскладки нельзя было его сделать нормально какого хрена здесь вот эта серая заблупа потом здесь я заметил какой-то сливной с бочом здесь сбоку я не знаю что здесь вообще сосране что он здесь хотел сделать но она по ходу не работает я так просто я не въехал что это вообще за хрена далее я вам объясню так как здесь кучу намешано оконных менеджеров каждый элемент допустим вы не настроите в настройках кд и настройки gnome 3 или же в gnome 3 вы не настроите настройки гд или gnome 2 или xvse получается здесь для того чтобы все вот это внешнее более-менее нормально настроить нужно кучу костылей например вот этот костыль он может настроить только посмотрите даже название нормально не влазит целиком блять 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 ну ты мудак просто ты просто мудак как можно такое говно сделать ты сам-то пользуешься вот этим говном это просто жесть понимаете вот это вот здесь можно настроить только twin или же кд и 4 для того чтобы настроить как-то gnome 3 нужно еще устанавливать какой-то костыль xvse еще какой-то костыль ну и наконец как-то же нужно настраивать остатки gnome 2 которые здесь все-таки еще живы видите синяя панель тут вы перемещаете видите вот эти уебищные серые овалы которые вообще никак системе не подходят это все выглядит реально настолько мудацко я не знаю блин ну это пиздец даже самый дефолтный дистрибутив даже есть даже fedora и то будет еще раз лучше выглядеть дефолтная fedora или же какой-нибудь дистрибутивный lxd и лxd и дефолтный понимаете и новичок когда вот это увидит он скажет боже мой линукс же такое уебище он же не знает что какой-то есть придурок который сидел блин вот эту срань бы капил выкладывал в интернет чтобы какой-нибудь безмозглый школьник нашел тут он с ранее потом этим поделился понимать вот такие вот вы серые они и отпугивают от реально от линукса кучи школьников неадекватных которые не могут три слова связать блять от нематый там ебло порву там еще что-то в таком стиле реально безмозглый контингент как раньше когда-то в нулевых годах было выражение даже 90-е конце запретите мамы школьникам посещать интернет такие были демотиваторы даже так тут я как и думал тут намешано просто просто жесть всего они там троллили хохлова ну тут программа паром тиви кстати одни хохлятские каналы просто пиздец все все подряд ну ладно что же гим засунь нахера тут color paint понятно что эти руки жопа растут и даже не можешь нормально форме дизайн так может кто-то тебе что-нибудь блять хотя бы нарисует гим хотя бы установили какой-нибудь он color paint сюда восстановил игорь конечно молодец может какие-то лучше полезные пакеты можно было сюда добавить пакет интернета просто гигантский при весе этого дистрибутива кстати вес дистрибутивы такой большой по той причине что здесь кучи всякой хуйни ненужной то есть он устанавливал какую-то срань и эта срань за собой тянула пол кд и пол xfc и ну вы поняли короче тут каша мало просто каких-то скайп засунул какой-нибудь не знаю вау тут какой-то гламурный офис запахнул давайте посмотрим он еще мутил тут такую фишку как бы я уже об этом говорил что якобы блять снимай на шрифты стыдя сука блять блять на лор это все выложить блять на лор пусть увидят шрифты блять на лоре лучшее лолой когда кто-то пишет шага говно вот это блять шага шрифт говно реально сука как тут просто безвкусица блять просто это не алекс линукс это анал ос это рс называется анал ос блять 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 вот значок от минта круто блять блять хоть бы значок поменял бы блять не знаю там член бы сюда какой перерисовал я не знаю или очко вот очко бы сюда подошло блять блять это пиздец товарищи это пиздец это пиздец я снимаю это знаете для того для того чтобы не только поржать а для того чтобы данный высер был примером того что не надо использовать во первых зайдите в комментарии к автору данного говна и посмотрите как он общается с людьми у него уже началась мания величия понимаете это еще до раздвоения личности скоро дойдет он после того я вам так скажу что после того как большинство сборщиков перестали что-то либо делать объясняю это уже не нужно пропали всяческие росинки ubuntu go куча всяких сборок просто прекратили существование потому что это реально сейчас не надо линук достиг более дружелюбной стадии возьмите любой дистрибутив линук запустите сравните с этой залупой это небо и земля дефолтная ubuntu выглядит 20-30 раз лучше да даже debian обычный debian mt запустите он и то менее криво выглядит чем вот эта хуйня там как-то настройки все сбалансировано не перемешано понимаете даже если вы ее потом превратите эту систему в такое уебище изначально она нормальная тут же просто жесть матерь борья но утилус небось засунул от третьих третьего гнома наверно да макси что ты не пускаешься едет эдет но телес в астрале он где-то по анало блуждает анал фух яi які блять а че тут значок winded явно не вен ты 7 ты кричал что у тебя пути сэм тут буквально написано давай что в нормальных дистрибутивах наоборот наутилус новую выпиливает он что-то за хуярил последний наутилус наверное вот гнома 318 да если не ошибаюсь так иди тут узнать версию это это взять от гнома 2 выпилить нормальный наутилус 2 и 32 версии и засунуть сюда вот эту залупу мало того что она за юбичными шрифтами так она еще функционально гораздо хуже чем старый наутилус гораздо хуже и вы понимаете что когда я вот обозреваю такие вещи я теряю свое здоровье нервы просто просто почему я смотрю такое думаю боже мой если вот такие вещи будут появляться чаще у линук сообщил дистрибутива в линукс будущего не слава богу хоть андроид в люди пробился знаете вот не дай бог такого вот возьмут куда-нибудь в каноникал работать на дизайнером просто дизайнер или вейпл прикиньте вейпл вот следующая версия вопрос там 10-12 вот вы видите вот это особенно вот этот индикатор раскладки клавиатуры который почти на всю панель остальные все значки непропорциональны непонятные панели да и он назовет это все macos windows xp хотя там не будет ни единого намека на windows xp ну будем ждать новых выпусков данной системы мы назовем ее анал ос будем ждать я надеюсь может что нибудь дойдет человеку займется чем-нибудь полезным вот может займется программированием будет программировать какой-то писать софт полезный да там шрифты сделать новые новые шрифты вот что нибудь лучше чем droid suns пример или шрифты ubuntu или может хотя бы найдет эти шрифты попробовать здесь их применить вот и я считаю что бэкап от школьников пора прятать вот так на этом все спасибо за внимание